В интервью с Ниной Владимировной Фединой сегодня мы говорим о перспективах развития дошкольного образования. Безусловно, это одна из самых обсуждаемых тем во власти, в СМИ, в обществе. Нина Владимировна, эксперт в сфере дошкольного образования, участник разработки федеральных государственных требований к дошкольному образованию, автор программы «Успех», член экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы. В интервью мы коснемся вопросов качества и доступности дошкольного образования, узнаем о том, как сегодня решаются проблемы в сфере дошкольного детства и каким видят дошкольника дня сегодняшнего специалисты. Я не думаю, что это так связано, изменение ребенка-дошкольника и обязательное образование. Здесь связано, наверное, вообще с тем, как сейчас понимают образование. Если раньше образование понималось чисто просто как процесс обучения, научить чему-то, что нужно для выполнения, может быть, каких-то функций, для того, чтобы ликвидировать безграмотность в стране и так далее, то теперь образование понимается достаточно широко, и не только в России, но и во всем мире. Это как некая такая непрерывная система самосовершенствования человека. Вот с этой точки зрения, конечно, исключать дошкольный возраст, с которого, собственно говоря, все начинается, и который по праву, есть такой термин, сензитивный, то есть очень чувствительный возраст ко всем влияниям извне, исключать дошкольный возраст было бы неправомерно из системы образования. И по социологическим исследованиям не только в России, но и во многих странах мира четко следует, Чем раньше ребенок начинает получать образование, только хотелось бы еще раз провести границу между образованием и обучением, ведь образование тоже может проходить в разных формах, адекватное образование детей дошкольного возраста, тем успешнее впоследствии человек во взрослой жизни. Наверное, фундаментальные характеристики ребенка дошкольного возраста все-таки остаются константными, неизменными. Но был такой ученый Лев Семенович Выгодский, который говорил о социальной ситуации развития. Каждый человек развивается в определенной ситуации, в определенном социуме. И если говорить о современном дошкольнике, то вы сами понимаете, он не может быть таким, как 20 лет назад по определению, потому что совершенно другое общество, потому что совершенно другие люди вокруг, потому что другие нравы, другие какие-то понятия и так далее. Это все впитывает дошкольник, и он другой. Я знаю, что Герценовский университет, Российский государственный педагогический университет в Санкт-Петербурге, проводил такие широкомасштабные исследования о том, каков современный дошкольник. И в качестве отличий, наверное, таких современного дошкольника было названо в первую очередь то, что он стал осведомленнее, нежели тот, который существовал 20 лет назад, который жил 20 лет назад. И появились противоречивые характеристики и доброта, и эгоизм одновременно, то есть полярность, вот некая такая полярность в облике ребенка-дошкольника. Это очень такая долгая тема. Самое главное просто понять, каково общество, таковы и дети. Ответить на этот вопрос сейчас фактически невозможно. Почему? Потому что я убеждена, пока нет стандартов дошкольного образования, вот общепринятых, то есть федеральных государственных стандартов дошкольного образования, мы не можем говорить о качестве. Что такое качество? Это соответствие неким стандартам. То есть это должны быть требования к образовательным программам, это должны быть требования к условиям содержания детей, и это должны быть требования к результатам реализации этих программ. Вот когда будет стандарт, а он будет, новый законопроект его предусматривает, вот тогда мы будем говорить, соответствует данный детский сад стандартам или не соответствует, есть качество или нет качества, и будем уже тогда переходить к вопросу о недобросовестности и об ответственности конкретных руководителей конкретных детских садов. В системе дошкольного образования, как мы уже отмечали, нет пока еще федерального государственного образовательного стандарта, но для нее установлены федеральные государственные требования. Достаточно, его иногда называют революционный документ, хотя, с моей точки зрения, он абсолютно не революционный, он просто развернул дошкольное образование на тот большак, по которому дошкольное образование, по идее, должно было идти. А почему все-таки большак? Потому что у дошкольного образования свой путь и своя дорога в силу специфичности этой системы. Мы очень долгое время, мы, это система дошкольного образования, просто носили школьный кафтан. Мы копировали школьную систему и школьную урочную. Наши занятия – это те же самые школьные уроки. И система расписания наших занятий – это то же самое расписание уроков и так далее. Естественно, что вот эти целевые установки, когда знания, умения и навыки были целью учебной деятельности, целью школьного обучения в прежней системе, сейчас с введением новых стандартов тоже все значительно изменилось. То же самое было и у нас в системе дошкольного образования. И получилась очень интересная ситуация, когда принят новый нормативный документ, федеральные государственные требования, а вот система дошкольного образования, по сути, не готова к реализации этого документа. К тому, чтобы эти федеральные государственные требования были реально введены и реально работали на ребенка-дошкольника. Потому что, в первую очередь, они, конечно, написаны не для педагогов, не для воспитателей, а для того, чтобы принести пользу детям дошкольного возраста. В чем беда вообще системы дошкольного образования? Многие называют в подготовке и повышении квалификации работников нашей отрасли. Когда писались федеральные государственные требования, вообще звучали такие мнения. Давайте не будем вводить ФГТ, пока мы соответствующим образом не подготовим специалистов. Но вот это тот вопрос, что первично, курица или яйцо. Пока мы будем готовить специалистов, мы, сами понимаете, упускаем, какой колоссальный период и какое количество детей в системе дошкольного образования. Как только мы подготовим специалистов, нам нужно будет готовить следующий нормативный документ. Поэтому все-таки было принято такое решение, что принимаются ФГТ, и системы подготовки кадров для дошкольного образования и повышения квалификации должны перестраиваться. Особенно хотелось бы сказать, кто должен сыграть главенствующую роль в реализации федеральных государственных требований, в правильной реализации, это система повышения квалификации. Я вообще, наверное, оптимист. И более 20 лет, находясь в системе дошкольного образования, начиная с тех времен, когда от нас, я еще тогда работала совершенно рядовым работником системы дошкольного образования, когда от нас ничего не зависело, нас никто не слышал. Решения какие-то принимались наверху, абсолютно никак не обсуждались, просто слепо нами выполнялись. Вы не представляете себе, как колоссально сейчас все изменилось. Вот мне есть просто с чем сравнить. И то, о чем мы говорили, да, может быть, не один год уходит на то, чтобы тебя услышали. Но нас слышат. Нас слышат. И те изменения, которые сейчас происходят в системе дошкольного образования, это, поверьте мне, они не свалились вот с луны откуда-то с потолка. Это все подготовленные, подготовленные и практиками, и научными работниками, и какими-то другими людьми, я не знаю, внесистемными, назовем их так. Это все подготовленные изменения. Я бы сказала так, что все мероприятия в части дошкольного образования в этой программе, они объединены одной целевой установкой. Научить эффективно управлять дошкольным образованием на региональном и муниципальном уровне. Звучит, может быть, так сложно и как-то так совершенно починовничье, но я приведу конкретные примеры. Наш Институт стратегических исследований в образовании, Российская Академия образования, в 2010 году собирал и обрабатывал информацию по всем абсолютно 83 регионам Российской Федерации о том, насколько обеспечены дети в этих регионах дошкольным образованием, и в каких формах это дошкольное образование осуществляется. Ведь очень много лет все говорят, детский сад – это не единственная форма. Дошкольное образовательное учреждение – это не панацея от всех бед. Можно же делать все как-то и по-другому. Как? Вот та собранная и обработанная информация нами показала очень неоднородную картину. Были регионы, вот я бы их назвала регионами-лидерами, в которых, ну, не ждали, наверное, манны небесной, и действительно всячески пытались детям дошкольного возраста в своем регионе дать дошкольное образование в приемлемых формах. То есть не только детский сад, но, например, через индивидуальное предпринимательство, через гувернерство, через семейные группы, в общем, через весь спектр возможных дошкольных образовательных услуг. Были регионы, в которых абсолютная тишина. Причем, что самое интересное, начинаешь смотреть статистику Росгосстата, там четко наблюдается в этих регионах переуплотненность групп детей дошкольного возраста. То есть, например, 100 плановых мест, а детей на них принято 110, или там 112, или еще больше. Конечно, это уже явно проблема, ее нужно решать. При этом в данных регионах новые формы и модели дошкольного образования абсолютно не внедряются, и люди идут совершенно старым, протаренным, традиционным путем. Строят по одному, два, ну, максимум три детских сада в год. Можно ли решить проблему дошкольного образования и обеспечения детей в детском саду местами таким способом? Наверное, можно, но это будет очень нескоро и очень затратно. Не только по времени, как мы уже сказали, но и исходя из каких-то финансовых соображений. Вот федеральная целевая программа развития образования на 2011 и 2015 год пытается всячески помочь управленцам всех уровней, региональным, муниципальным, уровня отдельного, конкретного детского сада попробовать решить эту проблему грамотно, быстро и эффективно. А эффективно это с наименьшими затратами и усилиями. В первую очередь, давайте назовем вот два таких, с моей точки зрения, самых серьезных мероприятий, которые несет в себе заложенную федеральную целевую программу развития образования в части дошкольного образования. В первую очередь, это стажировочные площадки, о которых, наверное, уже очень многие слышали. Ну, механизм прост, чтобы было понятно. В каждом федеральном округе, у нас их восемь, создаются по две стажировочные площадки на базе каких-то двух, ну, скажем так, передовых муниципалитетов, в которые будут приезжать из всех остальных муниципалитетов этого федерального округа люди таким командным, гнездовым способом, например, глава администрации, там, руководители органов управления, заведующие какого-то детского сада и так далее. И они в течение, предположим, двух недель будут учиться сами создавать программы развития дошкольного образования, сами писать нормативные документы, сами моделировать и проектировать систему дошкольного образования в своем регионе с тем, чтобы эту проблему нехватки мест решить конкретно у себя. Местами в детском саду, наверное, у нас не получится обеспечить, конкретно вот в муниципальных или государственных детских садах вот в той правовой форме, к которой мы, в общем-то, привыкли. Но подчеркиваю, что вот эта федеральная целевая программа развития образования, она заточена на то, чтобы помочь организовывать другие альтернативные формы не вместо традиционных детских садов, а наряду с традиционными детскими садами. Возьмем, например, тот же Краснодарский край. Успешно абсолютно эти семейные группы реализуются, пока, правда, вне правового поля. Ждем, когда будет новый законопроект, когда это все будет абсолютно уже узаконено. Возьмем, например, ту же Кемеровскую область, которая попыталась взять под свое крыло муниципалитет и попытались взять под свое крыло гувернерские службы. Ведь не секрет, что гувернерство существует, но существует это как некий теневой бизнес. То есть просто нанимаем себе частную там нянечку или частного гувернера. Что они делают с детьми? Мы иногда это видим по центральному телевидению, когда устанавливаются какие-то камеры наблюдения и так далее. И, как правило, это достаточно отрицательные примеры. Изменена формулировка, которая позволяет сейчас принимать большее количество детей, нежели раньше. Если раньше это регулировалось типовым положением, была такая четко зафиксированная наполняемость малышей до трех лет, 15 человек, не больше, дошкольники от трех до семи, не более 20, то теперь санитарными эпидемиологическими нормами и правилами говорится о том, что численность детей в группе будет зависеть от площади этой группы. Больше групповая площадь? Пожалуйста, примите большее количество детей. Ну, обязательное такое условие – два квадратных метра на одного ребенка, не менее. Этот норматив, воспитатель на группу, он, конечно, и устарел. Для примера приведу Финляндию. Она не обращик, скажем так, дошкольного образования, не эталон, чтобы на него равняться. Но вот этот норматив реально мне понравился. Да, у них количество детей в группе, то есть на групповой площади, примерно такое же, как и у нас. То есть можно бегать одновременно 25 детей, заниматься какими-то делами. Но при этом на эти 25 детей приходится 3 или 4 человека взрослых в зависимости от возраста детей этой группы. Вот я считаю, что это было бы правильно. Ситуация с программами как раз наоборот колоссально меняется. Я бы сказала так, что было действительно порядка 120 программ. И вопрос, который вы задали, он правомерен еще с той точки зрения. Эти программы, они фактически никем и ничем не контролировались, никакими органами. То есть можно было написать левой ногой и реализовывать правой. Теперь ситуация поменялась уже даже с нормативной точки зрения. Министерство образования и науки берет на себя определенную ответственность за качество этих программ, за соответствие этих программ, ну, будем уже сразу говорить, будущим стандартам дошкольного образования. Пока у нас нет стандарта, у нас есть пока только федеральные и государственные требования. И уже то, что эти программы будут проходить экспертизу, я думаю, что их не будет такого большого количества. Это будет достаточно небольшой выбор, хотя вариативность, явление вариативности все равно сохранится. Выбирать программу будет педагогический коллектив образовательного учреждения. Я думаю, что мнение родителей, безусловно, будет учитываться, хотя все примерные программы, как их сейчас называют, они представляют собой некую обязательную часть дошкольного образования на всей территории Российской Федерации. А вот специфика условий, что происходит в конкретном регионе, что происходит в конкретном муниципалитете, это отдано уже на откуп самим дошкольным образовательным учреждениям. И вот в этой части, в части, формируемой участниками образовательного процесса, родители как раз являются участниками образовательного процесса, я думаю, что здесь все будет делаться по взаимному согласию и родителей, и самого дошкольного образовательного учреждения. Пока у нас никто не отменял светского характера образования, и все примерные программы так и будут носить светский характер. А в зависимости, еще раз подчеркиваю, от ситуации в конкретном детском саду, в конкретном регионе, в конкретном муниципалитете, есть вторая часть этих программ, вот ее иногда называют региональной, может быть, и правильно ее так называть, вариативная такая некая часть. Пожалуйста, наполняйте ее тем содержанием, которое вы считаете необходимым. Если вы говорите о тех поправках, которые предполагается внести в закон Российской Федерации об образовании, вернее, о новом законопроекте, точнее сказать, то там речь не идет о том, что всех детей обязательно нужно будет отдавать в детский сад. Дошкольное образование может осуществляться в разных формах, и родителю дается право выбора, выбирай любую форму. Но то, что ребенок не должен быть на положении Маугли до 7 лет, это однозначно. То законодательство, которое сейчас готовится, новое, оно дает зеленый коридор вот этому частному дошкольному образованию, поскольку вот почему 1%, почему так мало? Потому что предполагалось, что только в рамках учреждения, то есть обязательная регистрация юридического лица, обязательные все требования, те же самые, которые предъявляются к муниципальному детскому саду. Вот сейчас предусматривается оказание дошкольных образовательных услуг индивидуальными предпринимателями. Почему зеленый коридор? Потому что не обязательно регистрация юридического лица, не обязательно получение лицензии. Но при этом это не значит, конечно, что будут как-то снижаться требования, и детям будет хуже, чем в муниципальном детском саду. Это программа однозначно нового поколения. Но мне очень не хочется употреблять по отношению к этой программе такое популярное словосочетание – инновационный продукт. Потому что инновационный продукт – это всегда некое ограничение пользователей, самых продвинутых, самых таких вот, те, которые могут, а остальные вроде бы как нет. Программа «Успех» задумывалась как абсолютно соответствующая новым федеральным государственным требованиям. И, в принципе, заточенное, вот такое сленговое молодежное слово, под реализацию любым педагогическим работникам любого дошкольного образовательного учреждения. Но подчеркиваю, ее, наверное, вот главная составляющая – это то, что она соответствует ФГТ – федеральным государственным требованиям. Понимаете, когда пишутся требования к программам, то, наверное, сразу нужно писать и эти программы. Иначе это будет нелогично. Вот мне, наверное, посчастливилось. Я была одним из разработчиков федеральных государственных требований, и так получилось, что мы фактически одновременно, весь наш авторский коллектив начал работать и над программой «Успех». Она стала первой примерной основной общеобразовательной программой, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации регионом для использования в практической работе. О результатах, наверное, правомерно будет говорить, когда мы по этой программе проведем целиком и полностью детей от трех до семи лет. То есть от первого года ее освоения и до последних итоговых результатов. К сожалению, пока такого времени у нас не было. Программа начала создаваться в 2008 году, и в 2009 году началась ее апробация в различных регионах Российской Федерации с различными социально-экономическими, демографическими, климатическими условиями. То есть так, чтобы посмотреть на юге России, на севере России, в Сибири, на Дальнем Востоке, может ли быть реализована эта программа, или есть вот некие какие-то специфические особенности, которые не позволят этой программе, ну, наверное, вот быть такой вот, наверное, основной примерной программой дошкольного образования. Апробация прошла успешно, но понятно, что это были отдельные возрастные группы. Мы не можем говорить сейчас о полных результатах освоения данной программы, как, впрочем, и всех остальных, наверное, существующих ныне программ. Хотелось бы сказать, наверное, несколько слов о названии этой программы. В федеральных государственных требованиях, когда идут целевые установки, а на что вообще должны быть направлены и нацелены все программы дошкольного образования, всех абсолютно дошкольных образовательных учреждений? Говорится о том, что самое главное, они все должны обеспечивать социальную успешность ребенка. Вот мы очень много говорим об успешности, и взрослые люди о ней говорят. И дети тоже хотят быть успешными. Только в каждом возрасте, наверное, это понимается по-разному. Я бы все-таки хотела обратить внимание, что и в программе «Успех», и в федеральных государственных требованиях речь не идет о чисто образовательной успешности. Мы не ставим оценок, мы не говорим, что этот у нас будет отличник, а этот будет хорошист. Мы говорим об успешности и о том, чтобы каждый ребенок смог раскрыться, и каждый занял какую-то свою нишу. И вот у него были такие крылья за спиной, понимаете, в том социуме, который его окружает. Первая реакция была где-то настороженная, а где-то даже и отрицательная. Родители задавали вопрос, а почему мы с одной программой должны переходить на другую, а чем эта программа лучше другой. Конечно, детские сады, принимавшие участие в апробации, вели достаточно такую просветительскую, широкую работу с родителями, для того, чтобы объяснить, в чем отличие предыдущей программы, программ старого поколения от программ нового поколения. Но к концу апробации, к концу вот этого срока, вообще все абсолютно участники сказали, что кардинально изменились взаимоотношения между детским садом и родителями. Если это все-таки было немножечко так по разные стороны баррикад, то теперь вместе, теперь заточены на одно, плечом к плечу. Это не скучно, это очень живая, это очень интересная для детей программа, в первую очередь. Это не программа для педагогов, это программа для детей, и я бы так сказала, для их родителей. Вот самое главное, что будет интересно детям, это я вам обещаю.